всем приветики сделаю такую штуку называется вибродрель почему вибродрель что звучит как дрель но не так громко конечно потише но похоже и при этом она работает от вибромоторчиков это просто берется кастрюля вот обычная маленькая кастрюлька вот это вот маленькая на пол на пол пальца хотя можно вообще любую к ней представляете два моторчика и сделал так сбоку их можно разместить я не знаю один здесь другой здесь там можно сильно прижать но я прижал не очень сильно там есть такой зазор вот он виден зазорчик такой он небольшой все ночи в кадре бежит вот общем берем такую штуку кастрюлю я как делал сел кастрюлю потом на край на край кровати прикрепил скотч так вот здесь здесь такой закрепил протянул сюда к скотчу приклеил он получается на край кровати прицепил протянул ну то есть ленту со скотчем закрепил за край кровати протянул приклеил к самому краю так вот к самому краю моторчик а потом просто подставил кастрюлю и под натяжение ну получается сначала моторчик приклеил одной рукой держался моторчик приклеил а потом он уже держится там приклеенный просто поставляешь кастрюлю прижимаешь моторчик пальцем и натягиваешь с одной стороны немножко с другой стороны немножко, потом отпускаешь там, с той стороны, ну, эту сторону. Короче, вот скотч, прикрепляем моторчик, он держится, подставляем кастрюлю, он уже держится, вот здесь моторчик, и мы просто здесь вот его приклеим, отрезаем, потом ту часть натягиваем, и тоже потом уже, ну, или можем отцепить до конца, все, оно держится, и также вторую часть, все, они приклеены. Единственное, что? Сранее должны быть припаяны провода, и провода идут, ну, здесь плюс-минус, и здесь где-то плюс-минус, и мы на выходе, получается, имеем такую вот штуку, я их запитал, вот они плюс-минус, параллельно, то есть они работают каждые от 2, 2,5 вольта ему где-то надо, не 3,3, не, или 2,7, что-то такое, вот, а тут получается, сюда приходит 5 вольт, у меня есть такая штука, вот она, 5-вольтовая, и получается, когда они сюда, каждый провод вставлен сюда, ну, то есть от одного моторчика сюда вставлен плюс, и от второго, то есть в один разъем два провода, вон они, и в плюс, и в другой два минуса, и когда ты включаешь, на их обоих подается 5 вольт, а можно их включить не параллельно, а последовательно, то есть скрепить плюс одного моторчика с минусом другого моторчика, и потом от одного моторчика плюс ставить сюда, а от второго минус сюда, и все, и они будут как бы уже последовательно работать, и тогда уже будет 5 вольт не каждому даваться, а между ними делиться, и будет работать они два, каждая это 2,5 вольта будет слабо крутиться, а так на каждой 5,5 вольт, и они быстро крутятся, вот, можно, и оно как бы мощнее, мощнее работает, вот, а как это работает, можно сейчас затестить, вот этот блок, и у этого блока такой штекер, и удобно, что я когда-то купил этот переходник, и просто этот переходник вставляем этот штекер, все в блок, подсоединен через штекер к этому переходнику, и это все сразу запустит наши моторы, единственное что осталось, приставить к нужному месту, и включить в сеть, далее просто приставляем к нужному месту, то есть к стене, и врубаем в сеть, то сейчас будет громко, ну и вот как это слышно из другой комнаты, то есть я закрыл, вышел из той комнаты, закрыл там дверь, зашел в эту комнату, закрыл в этой комнате дверь, и вот, ну то есть реально слышал, что там за стеной, что-то гудит такое жесткое, даже более того, можно выйти на балкон, и послушать, как там звучит, ну оно реально слышно, блин, вообще, даже на балконе, точно так же, как тут слышно, да, дрели реальные, конечно же, не дотягивает, но довольно-таки слышно, то есть если врубить, особенно, например, ночью, это вообще жесть будет. Следующий этап, это применение конструкции, вот таким вот образом, то есть ставим нужное на место, подпираем, врубаем в сеть, и осталось только включить. Ну и вот, слушаем из той комнаты, ближе, к которой она стоит. Ну, это уже один мотор гудит, я сходил, посмотрел, там провод оборвался от второго, он просто воскачал, немного оборвался, это один-то гудит. А два, ну, громче было сразу, но теперь тише стало, один отключился. Лол, здесь даже слышнее слышно. И причем, один как-то нуднее звучит, чем два. Два как-то так, не очень звучали, один как-то так нуднее. То есть, есть смысл раскинуть их на две разные кастрюли и поставить к разным стенам, тогда эффект будет вообще объемный, такой крутой. Есть смысл оставить один мотор там, второй соединить и кинуть туда. И в итоге один будет там, гудит, второй здесь. И тогда, вот сейчас, двое звучали как-то, оно было громко, оно не напрягало как-то. А один звучит, даже как-то более напрягает, чем два. Если их раскинуть, то есть, одно будет там создавать такую вибрацию, второе там. И в итоге объем будет такой, здесь будет захватывать, там будет захватывать. Еще с той стороны, что это его самое гениальное. Одно там, второе там, врубил и все гудит. Здесь все гудит, там все гудит и там, и там за стенкой. Блин, вообще топчик будет, реально. По-моему, гениально. Дианорм. Такое вот устройство. Один правда оторвался, так жестко вибрировал, что аж порвал, порвал скотч. И, соответственно, его вывернуло, завернуло, и он оторвал, ну, и вибрировал, пока не оторвал провод. Просто я здесь сделал всего лишь один слой, всего лишь один. То есть, чтобы такого не было, нужно слоев, ну, штук пять, наверное, намотать. Потому что, если надолго включать, оно будет создать вибрацию, естественно, один вот порвет. А чтоб не порвало, два, ну, я думаю, тоже будет мало, три уже норм. Четыре-пять вообще будет красота слоев. Ну, это же несложно. Крутанул пять раз, да и все. Тем более она маленькая. Но, как я понял, сейчас по звуку, вот когда звучали два, она была громкая, она не напрягала. А один как-то, ну, да не я звучал. И поэтому есть смысл оставить здесь только один, а этот прикрепить точно такой же и поставить напротив. И все, и звук, он будет вообще жесткий. И будет такая, во-первых, объем будет. И будет, значит, как вся комната будет звучать вообще норм. Вот. Так что, как-то так. На этом все. Всем пока.